Всем привет! В эфире программа «Узнаем вместе». Начиная с древних времен, люди интересовали предметы, обладающие способностью предотвращать неприятные события и привлекать удачу. Сила амулетов и талисманов, пережиток прошлого или реальность настоящего? Ответы на этот и другие вопросы вы узнаете сегодня в программе. Далеко не все понимают разницу между амулетами и талисманами и, как правило, характеризуют и воспринимают эти предметы как нечто схожее. На самом деле разница действительно существует, пусть и не столь большая. Давайте разбираться, что представляют собой амулеты и что такое талисманы. Амулет – это конкретная вещь, обладающая специфическими порой даже магическими свойствами, направленными исключительно на защиту. Проще говоря, это своеобразный оберег человека. Одними из сильнейших амулетов принято считать те предметы, которые верой и правдой оберегали предков носителя и достались ему по наследству. Талисман же также часто может быть представлен в виде неодушевленного предмета, но его основной задачей является создание череды исключительно благоприятных событий, несомненно приводящих человека к успеху. Нередко талисману приписывают и защитную силу. Такой предмет может иметь абсолютно любой вид. Это могут быть монетки, изображения или фигуры различных божеств. Талисман более сложен в своем восприятии. Его использование часто упоминают в ритуальных процессах. Считается, что он способен не только защитить, но и даже справиться с нечистой силой и обладает силой, управляющей потусторонними вратами. Быть коренным жителем африканского континента и при этом альбиносом – страшная и тяжелая участь. Здесь такие люди считаются чуть ли не полубогами, но вместо того, чтобы боготворить и поклоняться им, их убивают. Многие шаманы используют кожу, руки, ноги, волосы и кровь альбиносов в процессе изготовления амулетов, а также во время различных колдовских ритуалов. Все дело в том, что, по мнению остальных обитателей этих краев, части тела альбиносов обладают магической силой. Таким образом, люди, родившиеся с таким генетическим нарушением, являются объектами постоянной охоты. Альбинизм – это не дар, а заболевание, которое вызвано отсутствием в организме особенного фермента, отвечающего за образование меланина – пигмента, красящего кожу. Оказывается, что в Европе альбинос встречается 1 на 20 тысяч человек, а в Африке – 1 на 4 тысячи. И еще там считается, что они приносят счастье – их убивают и продают колдунам. В Танзании существует учреждение, управляемое благотворительной организацией «And the Same Sun». Там под круглосуточной охраной живут дети альбиносы. Их выпускают на улицу только в сопровождении охранников. С 2000 года в стране было зарегистрировано 76 убийств альбиносов, хотя на самом деле их произошло намного больше. Президент страны Джакая Кикведзи назвал нападения отвратительными и большим позором для страны. Конечность альбиноса стоит от 500 до 75 тысяч долларов. Это в стране, где среднемесячная зарплата менее 40 долларов. Стража порядка преследует охотников на альбиносов. Им даже разрешено расстреливать их на месте при попытке покушения. Однако эти меры не особо эффективны, и охота на белых людей продолжается. А прямо сейчас я расскажу вам о самых популярных амулетах и талисманах, и какими же магическими свойствами они обладают. Иньянь – символ великого предела в китайской философии. Талисман дарит своему владельцу полное равновесие в энергетическом плане, способствует крепким семейным узам, достижению намеченных целей. Ловец снов, индийский талисман, защищает спящего от злых духов, вешает его над изголовьем спящего. Ловец снов фильтрует сны, пропуская лишь приятные и добрые, злые и страшные сны запутываются в его паутине. Подкова на удачу такой амулет знают все. Есть мнение, что традиция вешать на дверь подкову с целью привлечения достатка возникла в средневековье. Нужно знать, как повесить подкову. Рожками вверх притягивает благосостояние, концами вниз будет оберегать от зла. Все недобрые мысли завистников попадут под купол. Четырехлистный клевер – символ невероятной удачи и везения во всем. Считается, что человек, который случайно найдет такое растение, будет счастлив, удачлив и богат. Если носить в кошельке, привлечет деньги. Положенный в обувь приманит настоящую любовь. Присутствие в доме будет ограждать от заглаза. Назар – небольшой круглый диск, на который нанесен определенный орнамент в синих, желтых и белых тонах, который очень похож на глаз. Такой талисман можно встретить везде – в магазинах, домах и даже в автомобилях. Он используется исключительно в защитных целях. Особым суеверием отличаются звезды. Ведь это персоны, которые постоянно на виду. Их окружает огромное количество поклонников, от которых исходит разная энергетика, как позитивная, так и негативная. Поэтому мир шоу-бизнеса почти полностью вовлечен в мир магии. Последнее время популярным среди звезд стало ношение на левой руке красной шерстяной нитки, которые собирают всю негативную энергетику, направленную на хозяина этой ниточки. Это верование берет свои истоки в таком мистическом философском учении, как Каббалах. Например, певица Мадонна не расстается с глиняной фигуркой соловья. Еще в начале своей карьеры она купила ее у индийского шамана. Звезда считает, что соловей приносит ей удачу. Кстати, Мадонна не дает свой талисман никому в руки. Она уверена, что только так он будет оберегать ее. Еще один необычный талисман у известного рэпера 50 Cent. Он носит с собой пулю, которая попала в него во время покушения. Тогда он чудом выжил и теперь считает пулю своим талисманом. Филипп Киркоров своим амулетом считает белый шарф, который ему подарил сам Далай-Лама. С ним певец встречался несколько лет назад и советовался относительно своей личной жизни. В конце встречи Далай-Лама подарил ему шарф, который король эстрады бережно хранит до сих пор. В Британском университете ученые провели небольшой эксперимент. Добровольцам раздали по бенцу викторианской чеканки. Согласно стародавним традициям, эта чеканка помогает людям разбогатеть. На протяжении месяца каждый участник следил за своей степенью удачливости и соответственно за удачной прибылью. После сравнили результаты людей, которые верили в викторианскую чеканку и тех, кто не верил в нее. Суеверие все-таки победило. Большинство, кто верил в магическую силу чеканки, действительно ощутили удачу в делах. Впоследствии самым интересным стало то, что больше половины людей отказались, возвращая чеканку, объясняя это тем, что им спокойнее, когда она у них есть. Могущество талисмана верят порой даже серьезные ученые. Например, у нобелевского лауреата по физике Нильса Бора на двери висела подкова. Многие интересовались, неужели создатель квантовой теории верит в такую глупость. Нильс отвечал, что подкова помогает даже тому, кто в нее не верит. С точки зрения психологии, вера в талисманы, амулеты и прочие вещи находятся на подсознательном уровне человека. Верить или нет – дело каждого человека. Амулеты работают, но чаще всего у тех, кто на них зарабатывает. Любые предметы для привлечения удачи и правда могут принести счастье, но только не так, как думают их владельцы. Удачу приносит не магия, а их собственное подсознание. Самым главным амулетом или талисманом для человека является его душа, сердце, эмоциональные качества. А вера в сверхспособности, необычных предметов – всего лишь надежда найти путь к своим же собственным уникальным качествам.